Ну что, всем привет! Вы снова на нашем канале Яна Лученко. Сегодня у нас очередной мукбанг, как мы вам и обещали. У нас здесь коробочки, коробочки, я думаю, вы уже догадались. С курочкой, да, там крылышки. Сегодня с нами наш папа. Всем привет! Всем сегодня выходной, наконец-то. Да, а завтра будет... Выходной. Выходной! Восьмое марта завтра будет. Восьмого марта, роди, сегодня. Она так и ждёт, у себя марта больше, по-моему, чем своего дня рождения. Что за праздник это? Женский день? Женский день! Международный, да? Ну что, мы специально пока их не выложили. Как вы поняли, здесь у нас домашние. Я вчера показывала сторис, я их замариновала, пожарила. Так я курочку кафешную. Ну, кафешную, конечно. Здесь мы взяли Макдональдс. Специально прям в коробочках вам, чтобы не запутаться. Здесь Додо, сейчас мы их выложим. И здесь у нас Киевсишные. Я их сейчас выложу. Ну, давайте кушать. Цены я подпишу. Мы кушаем в перчатках, потому что мы кушаем руками. Мы кушаем, потому что кажется так более эстетичнее. Здесь у нас ещё есть огурчики. Огурчики солёненькие, кто захочет. Кисишные крылышки, они острые. И у нас здесь соус сладкий чили, кетчуп с горчичкой и какой-то цезарь, ну, в общем, для курицы. Ты с какого начал? Что-то неправда островатые. Поэтому я лучше аккуратно кушаю. Кисишные? Так, вот это Мак. Я попробую Мак. О, у них вот такая прям как бы мини-панировочка. С домашних никто не хочет. Кстати, видите, да, как они отличаются? Вот это же какая-то другая часть крыла. У Киевси хрустящая панировка и, ну, в меру острые они, мне такие нравятся. Они, получается, что у Мака вот эта часть крылышка, в принципе, у всех, да, получается вот эта часть крылышка, а не полностью крыло. Маковские мне понравились. Потому что у них во фритюре они забирают, поэтому они сразу их отрезают. Они белые самые толстые. Ну, получается, ты платишь за кожу и кости. Платил бы. Чего-то куда скидывать. Я давно хотел крылышкой, потому что посмотрел бы Мугман с теми крыльями в первый раз, которые они делали. И вот просился и просился. Домашним. И этот день настал. Мако вкусный, кстати. Ощущение, я не чувствую. Чего? У Додо крылышки получаются... Как будто у Додо... В соусе. В барбекю соусе. Вот так. Не согнуто. Подведи. Туда коробочку поставлю. Дай тебе гурчики. Нет. Кстати, кто обгладывает до конца Костя? Например, Яна все съедает. Я не всегда все обгладываю. Мне нравится обгладывать. Вам спасибо всем большое за поздравления. Столько поздравлений, потому что нас уже тысяча. Вы знаете, у меня вчера и сегодня всем отвечала на ваши поздравления. Как будто день рождения вот такой. Сегодня тоже у нас есть приветы. Естественно, я не могу пройти мимо них. Так, передаем привет Аише. Тебе большой привет. И это от Оксана Юлакаева. Надеюсь, я правильно. В общем, просит передать привет Аише. Аише, тебе большой-большой привет от нас. Также мы передаем привет Пятигорску. Пятигорск, большой привет от нас. Это Диана Иванова. И вам тоже большой привет. Так. Так, наши... Уже мы уже знаем нашего человека. Это Мяка Кишка. Мы передаем привет ее доченьке. Ее зовут Мохова Яна. Так что, Яна, тебе большой привет. Это моя тезка. Большой привет. Ты тезка. Да, и Рамина, надеюсь, я прочитала правильно, 15-28, тебе тоже большой привет. И еще был комментарий. Финский влог-канал. Муни. Где я говорила про памперсы, Муни. Да. Вообще у нас, я не знаю, наверное, только в России. Мы называем... А потом запивай. Называем памперсы памперсами. Все. Хотя памперсы, это марка торговая подгузников. Но почему-то мы все называем любые подгузники. Мы называем памперсы, а потом говорим их, скажем, названия. Типа памперсы, Муни. Хотя надо говорить правильно, подгузники, Муни. Как и ксерокс. Это же тоже идет. Я не могу здесь вот так. Торговая марка. Вот такое сердце. Это же не такое сердце. Это знаете, как то же самое говорить, например, на шоколадку. На всю шоколадку говорить, например, Сникерс. И говорить, купи Сникерс Баунти. Типа купи шоколадку Баунти. Также у нас памперсы ассоциируются с пангузниками. И да, мы непроизвольно говорим памперсы, Муни. Но на самом деле получается, что мы говорим названия двух торговых марок. Устри? Да. Мы куда-то не кашусь. Я тем временем попробовал KFC, Додо и Макдональд. И все по своим качествам разные. И по мягкости тоже. Осталось только домашнее съесть. Спасибо. Мои остались в конце. Но у Додо они суховаты. Но у них свой соус. У Додо они как-то по-своему вкусные. Кстати, спасибо, что напомню про крылышки у Додо. Потому что когда мы думали, думали сделать крылышки, что-то про Додо как-то вообще. Расскажите, кто как планирует 8 марта отмечать. И по традиции обычно, где вы день проводите. Мы прошлое 8 марта где были? В Тюмени. Нет, но дома или в кафе ходили? А чуть-чуть, а две? Может, не полно будет? Волно. А! Мы ходили куда-то? А, мы были в этом. В конце. Вечером уже пошли. Так. Где наш банк с косточкой? Это острое. Вообще я острое не ем, вы знаете. Я жду пока. Вы попробуйте все, чтобы доесть потом. Ты острое съел? Я ровно попробовала. Я вот этот ем. А, Петя, я вот этот попробовала застать. Это чевси. Да. Уже подгорает. Жгучи жгучи. Ну что, настало время твоей попробовать? Попробую. Сделать оценку. Я вот это хочу. Вкусняшка. Какой здесь маринад вообще? Они соленые, во-первых. Вот это вкусно. Мак? Да. Мне пока больше всего. Мне понравился мак. Соус возьми белый, он тебе поможет. Ну я доем. Так вкусно. Знаете, некоторые ставят челленджи и кушают крылышки кевси, там не запивая. Я на первом же и крылышке была. Проиграла. Так вкусно, вкусно. Для меня это очень вкусно. Ну не вкусно. Угу. Я скажу, что твои крылышки, они достойны по вкусу. Так вкусно. А я их не пересолила. А вчера переживала, что их пересолила, потому что я их старалась. Обычно, когда я стараюсь, я доела. Хрустящие крылышки. Это макдональдс. Это макдональдс. Я тоже больше всего макдональдс понравилась. Они сочные. У меня бля, додо с макдональдсом. У додо они суховаты. По сравнению с макдональдсом. Но у додо они тоже вкусные. Ну вот мы именно сравниваем. Это у мака. Мне нравится вот эта их панировочка. Возможно, она эту сочность курочки сохраняет. Их я показывала, что я их мариную. Короче, почему они вот такие получаются. Красненькие, потому что я паприки туда фигачу. Ну, тоже заценю свой шнебр. Я этот сильно заценю. Вот эти штуки обрезаются у кафешек. Я сейчас после острого кекси вообще ничего не поняла. Нет. Ну вот мои, похоже, сейчас надо додошные. Они потому что тоже получается суховато. По сравнению с маком. Ну, чуточку, мне кажется, я пересолила. Да нет. Не пересолила? Да нет. Да, или мне тут сейчас кисти все обожгло. Продолжим. Новый круг. Киевсё больше не буду. Твоя? Твоя? Вот когда хочется что-то острое, то киевсё это самое то. Ты любишь. А, кстати. У меня новая губка. Помнишь, спрашивали, какие три качества тебе нравятся во мне, а мне в тебе. Я-то ответила. А у тебя было время подготовиться? У меня было время подготовиться. Подготовился ли я? Ну, говори. Говори, че первое на ум пришло. Ну, я, наверное, сразу все три не назову. Я буду думать. Но первое, что мне сразу пришло в голову, когда я посмотрел тот мулбан. И в чём я убедился и убеждаюсь каждый раз, это... В тупости. Ну, в принципе, вот первое качество. Нет, это шутка. Просто у... Скажем, это её хорошее качество. Яна, как лакмусовая бумажка, она чувствует, вот что нужно делать, что нельзя делать. Вот она будет улыбаться и потому что понимает, что это так. Сколько раз это происходило, она говорит, вот делай так. Или это лучше не брать, оно невкусное. Ну, и ты пытаешься с ней как бы бороться, сопротивляться или спорить. А чаще всего выходит, что она вот оказывается правой. Просто бумажками ещё никто не называл. Ну, я не говорю, что это бумажка. Я говорю, что вот у неё есть такое чувство внутреннее выбирать правильные какие-то вещи. Качественные продукты. Или качественные продукты, да. Ну, это тебе тоже, да, своего рода комплименты? Второе на ум пришло. Наверное, Яна умеет не торопиться и делать всё последовательно. Потому что у меня есть такая суета. Вот если что-то нужно делать, я как Юла начинаю вращаться. Вхожу в раж, да, вот быстро-быстро всё сделать там, и вот как волчок. А у неё всегда вот, скажем, пришла проблема, вот тогда её нужно и решать. Она не начинает задолго думать о ней, переваривать её, пережёвывать там, переживать. Наверное, это и есть второе положительное качество. И третье, давайте подумаем, чтобы много не говорить. Кстати, у меня игрушка редкая, очень редкая. Почему? Она жёлтая и... В общем, мы вчера купили какое-то яйцо, а внутри какая-то игрушка. Это не яйцо, а шарик. Ну, шарик, да. Ты не знаешь, что это. Ну, что там внутри. Ну, и нам попалась там какая-то мягонькая игрушечка. Это ёжик. А, ну ёжик, да. Вот, и это коллекция, ну, как обычная. И мы посмотрели, есть там обычные, редкие, и очень редкие, и суперредкие. Это, типа, сюрприз. Даже у них нет коллекции, а просто это, типа, неизведанно. И нам сразу попалось. Первый раз мы купили только игрушку, и нам сразу попалась суперредкая коллекция. Вот. А я ещё вчера пыталась вам рассказать. На самом деле, хорошие вопросы, комментарии. И, как бы, вы заставили меня задуматься. До сих пор не могу понять, что же это. Третье качество, какое у Яны есть. И не банальное. Остановимся на двух. Скажешь, третье не заслужило? Ага. Завтра мы пойдём в кафе. И для нас это будет тоже эксперимент. Посмотрим, что из этого выйдет. Опять коллекции. Попробуем завтра как-то всё настроить, чтобы и звук, и свет, и ракурс... Ракурс... Ударилось? Ударилось? Что одеваться? Ту неделю уже в зимнем было жарко. Я переоделась уже в осенние ботинки. И в итоге, в тот день, когда я переоделась в лёгкое... Было холодно. Начался минус, да. Сегодня опять... Вчера было минус 10. Сегодня опять нарядились тепло. Выходим. И холодно. А на улице плюс. Просто вот так вот скачет. И... Я... Я ходила... Сама... Вообще? Я... Вот туда ходила. А сам... Ветер туда падает. И... Я чуть туда не отогнулся и... СМС-ка там чьёс? Сама... Я как-то не уходила. И вот так чуть... Я сама не упала на пол. Ветер такой слюмый. Но... Но я не упала в батонке. Где ещё вот это? Чик. В общем, СМС-ки от МЧС очень странно приходят. Вот мне кажется, если МЧС рассылают, должны всем приходить. У нас... Артём разная связь. А вот мне за всё это время... Чуть ни разу от МЧС не пришла СМС-ка. Вот как они это распределяют. Да, кто-то предопределён, кто-то нет. На Сахалине всегда приходила СМС-ка. Но... Бывало, тебе придёт, мне не придёт. Или тебе придёт, мне не придёт. А здесь мне, например, вообще МЧС ничего не присылает. Ни разу ещё не приходила от МЧС мне на номер СМС-ка. Как они это делают? Так, типа, через раз в семье одной СМС-ки достаточно или как? Я, наверное, созарел на третий комплимент. И одним словом назову это... Рассудительность. Прям сложные такие слова говорят. У нас, видите, 8 марта ещё только завтра. А я уже готов. А комплимент уже сегодня. Любой. Любой. Ну что, ещё один рискнуть. Единственное, мне не нравится в домашних. Получается, что они такие, знаете, более жареные и более... Ну, не жареные, а более жирные, короче. Даже видно, да, вот они тут полежали. И после них остаток много жира. Хотя здесь может быть жир скрытый вот в этой панировке. Ну, как бы, знаете, как панировка впитала просто весь жир. И держит его внутри. Ну, одно дело, когда большая сетевая компания, да, разрабатывает рецепты под крылышкой, либо ты дома приготовила за 40 минут. И, понятно, они добавляют специи, усилители, вкусы какие-то. Те же соусы, которые придают уникальность их крылышек. Нет, ну, когда вот именно так кушаешь, именно в сравнении, то, да, чувствуется разница. Если честно, для этого мне вообще казалось, что там крылышки, они все одинаковые. А тут ты прямо чувствуешь разницу. Да, любитель крылышек. Ты вот это ешь? Ага. Кстати, я давно не ел крышки. Мы с тобой когда кушаем? Вчера мы пить шки и какие-то рулетики. Сегодня с таким удовольствием попила кофе. В кофейне у нас, где нам всегда удобнее пить кофе, появился лавандовый латте. А мне нравится лавандовый. Раф, латте, не важно. Короче, это лавандовый сироп мне нравится. Я тебе куплю травы. Не. Буду добавлять каши, чай. Нет, мне в сочетании именно с кофе нравится. Вот, но у них не было. Ну, вообще редковато у нас здесь, в Тюмени, найти именно лавандовый. Чтобы, знаете, был и вкусный кофе. Просто бывает такое, что-нибудь там сделают. Ни один сироп не спасет. И остальных местах, где мы пили лавандовый, смысл в том, что у нас там, где делали лавандовый, то это было всегда неудобно. И, в общем, редко мне попадалось, где есть. А тут, получается, теперь есть лавандовый. Это для меня просто счастье. Если присылать места крылышкам, то на первое место я бы поставил KFC, потому что они острые, мне нравятся. На второе я бы взял, наверное... Та-дам! Я буду честным, я бы взял McDonald's. Третье место я бы поставил домашнюю крылышкой. Вот это хрустящая. На второе, скорее всего, я бы взял McDonald's, потому что они более сочные. И, ну, четвертое, естественно, достается Dodo. Что-то у нас Dodo не складывается, да? Да, постоянно. Но они вкусные по-своему, правда. Нет, когда их сравниваешь, именно когда в сравнении, они так тоже неплохие. Но просто не забывайте, что мы вот непосредственно сейчас сравниваем. То есть мы не говорим, что вообще, в принципе, они плохие, а именно в данный момент, в сравнении, даже когда мы пиццы, когда мы роллы, мы сравниваем. То вот сейчас, например, да, вкуснее всего это Mac и KFC. Ну, у KFC, потому что они совсем отличаются. Они, во-первых, острые, и у них панировка другая, хрустящая, вкусная. Но я расставлю... Первое, это McDonald's, потому что KFC для меня слишком острый, и я больше терплю, когда я их съем. Если бы они были бы не острые... Ну, у меня первое место, в общем, это Mac и KFC разделяют. А второе, это Dodo и домашний, потому что они, в принципе, одинаковые, просто у Dodo немножко другой соус, чем нежели от домашних. А вот по текстуре, в принципе, все то же самое. Только здесь больше барбекю оно отдает, а у меня больше кетчупом отдает, и все. Замариную я их в барбекю, в принципе, будет одно и то же. Вот. Но маковские мне больше всего понравились, потому что они самые сочные. Хотя я очень редко, мы в Маке вообще кушаем крылышки. Возможно, вообще первый раз. Кстати, можно будет потом еще наггетсы. Сравните. Или, например, креветки. Ну что, мы будем завершать. Сейчас попью. В общем, если сейчас повернуть камеру, Вигея тут ковыряется в домашних крылышках. Она их заценила, потому что я их запекала вот так. Естественно, мы сюда так их не поставили. Вот. И она там сейчас стоит, ковыряется. Спасибо, что были сегодня с нами на нашем Мукбанке. Надеемся, оно вам понравилось. Спасибо вам еще раз за ваши поздравления. Это очень приятно. Спасибо за ваши пожелания. Это тоже очень приятно, особенно когда вы пишете большие искренние сообщения. Вам хорошего дня праздничного. Завтра никто не забыл учить. Ну, все праздники отмечайте, только мальчикам. Не говорите это, что они... Мальчикам не рассказывают, что завтра праздник. Ждем вас завтра на нашем праздничном Мукбанке. Завтра нас в Мукбанке двумя событиями. Это 8 марта. И мы наконец-то отметим тысячу подписчиков именно завтра на завтрашнем Мукбанке. Поэтому ждем вас завтра. До новых встреч. Пока. Пока-пока.